Автор статьи Нулафа Тулаев. Пашинян за время своего правления во второй раз показался с трибуны Генассамблеи ООН, если в первый раз молодой худенький с горящими глазами революционный лидер показался с высокой трибуны в ипостаси исторического деятеля, крушившего старые и подлые диктатуры, то второе появление вполне упитанного с брюхом бюрократа, остепенившегося ренегата с тезисами Кочериана на устах подводит нас к довольно плачевным итогам так называемой армянской революции любви. Пашинян, это не Саакашвили, всего лишь крошечная политическая фигура, не готовая к осознанию политической философии и современного исторического процесса, что-то вроде Возгена Манукяна или Возгена Саркисяна образца 1992 года. Пашинян лишь оказался в нужное время и в нужном месте, на театральной площади, выразив вдохновение всего армянского народа, уставшего от засилия клана карабахских полевых командиров. Пашинян не готов к решению исторических задач армянского народа. Не тот масштаб личности. Его первичный революционный порыв создал ложные иллюзии реинкарнации и второго тер Петросяна, самоотверженного политика, готового возложить на свои плечи ответственность за историческое будущее всего региона. Почему-то как в Армении, так и в Азербайджане заложенный тер Петросяном исторический процесс воспринимался как сдача оккупированного Карабаха. И это ошибочное представление о разрешении конфликта, ибо армяно-азербайджанская война при нынешнем подходе сторон, затяжное, если не вечное противостояние двух народов, разделенных окопами войны. Тер Петросян предлагал выйти из этих окопов без признания и объявления побежденных и проигравших, поскольку в войнах современности не может быть победителей. Время скоротечно, и какой-то лидер обязательно найдет фельдмаршала Фаша, подписавшего капитуляцию в Кампенском лесу. Вопрос в другом, сегодня Пашинян выступал как популист, не оставляя Азербайджану шансов и возможности для достойного мира. Политик формации Саакашвили должен был пересечь окопы с безмолвными розами в руках, но Пашинян идет на противника с говорящими автоматами. Он не предлагает новых инновационных моделей, не заглядывает в будущую совместную жизнь, не вспоминает компромиссные образцы Аланских островов, Тироля, Шляйнинга и десяток других исторических проектов сосуществования нации на одном клочке земли. Сегодня Пашинян говорил как Кочарян, на языке отрицания и войны. То есть перед нами не либерал и пацифист, воодушевленный общечеловеческими универсальными ценностями мира и добра, а самый что ни на естествый нашист, прибегающий с высокой трибуны к языку силы и автомата Калашникова. Кто-то может возразить, что армянский премьер играет на внутреннюю публику, но революционера должна интересовать не власть, а историческая перемена. Сможет ли Армения, как и Азербайджан, обеспечить свою системную стабильность, развитие и спокойствие народов без карабахского урегулирования. Пашинян этого не осознает, как не понял этого в свое время и узник ереванской тюрьмы Кочарян, свергавший духовного наставника Пашиняна, Тер Петросяна, искренне готового к модели сосуществования. Сегодняшняя главная декларация Пашиняна, это полная капитуляция Азербайджана, иначе как объяснить его посылы. Вдумайтесь, Пашинян обвиняет азербайджанские власти вместе, а не в желании урегулировать конфликт. Чем аргументирует политик свои необоснованные притязания. Пашинян уверяет, что власти Азербайджана разжигают антиармянские настроения, тратят огромные ресурсы на вооружение, а армянофобию превратили в официальную политику. А разве в Армении не происходит идентичное? Не вооружает ли свою армию Армения? И нет ли в Армении азербайджанофобии? Пашинян лжет, утверждая, что Нагорный Карабах вышел из состава СССР, ведь официальные документы недавней истории говорят о другом, МКА приняла решение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Это же решение было принято Верховным Советом Армянской ССР, причем задолго до распада Союза. И ведь Карабахский конфликт вспыхнул в период правления Горбачева. С другой стороны, станет ли планетарный политик, который думает об истории, а не о власти, с трибуны ООН ворошить прошлое и оспаривать правовые нормы. Пашинян вторит, идите и разговаривайте с Карабахом наедине. Но так почему из Карабаха не уходит Армения? Азербайджанская сторона устала повторять набившую оскомину крамольную истину, если Армения отвергает межгосударственный формат Карабахского конфликта, то почему вооруженные силы Армении и даже Пашиняна, гражданина Армении присутствуют на территории так называемого самообразованного государства. Пашинян громогласно заявляет, что это конфликт не ради территорий, а во имя права людей жить на своих землях. Так почему же Пашинян и Ижи с ним, как и его предшественники, препятствуют возвращению других жителей, азербайджанцев на места своего исконного проживания, в Шушу, Хаджалы, Агдире и другие районы Карабаха. Пашинян заявляет, что азербайджанские власти не хотят разговаривать с карабахскими армянами. А хочет ли Пашинян заговорить с изгнанными со своих земель азербайджанцами? В карабахском урегулировании Пашинян оказался реакционе Сарксяна и правительства карабахского клана. Армянский премьер не допускает и мысли о возвращении аннексированных азербайджанских земель, называемых в Армении поясом безопасности. А что сделал Пашинян для восстановления доверия? Ведь революционный политик не должен действовать предсказуемо и стереотипно. Мог бы Пашинян сделать первый шаг — встретиться с изгнанными из Карабаха азербайджанскими беженцами. Выслушать людей, преклонить слух к их бедам и страданиям. Ведь революционные политики формации Саакашвили поступают именно так. Значит, в первую очередь сам Пашинян преследует формулу — территорий без народа. Каждый тезис Кочаряна, озвученный сегодня в ООН Пашиняном, исключает мирное развитие событий. Азербайджану предлагают неопределенную формулу урегулирования, без надежды на возвращение территорий. Как же должна поступить страна, встретившая такой вызов? И это уже не риторический вопрос, ведь Пашинян должен понимать, что в своем порыве снова победить и поставить на колени, последняя излюбленная диатриба премьера, глава правительства разговаривает не с узником Кочаряном и даже не с преданным анафеме Горегином, а с хорошо вооруженным государством. Понимает ли это политик, которому революция вскружила голову, сомневаюсь. Власти Армении должны отставным военным миллионы долларов, правозащитник. Военнослужащим зачастую не предоставляют причитающиеся отпускные дни или просто не выплачивают отпускных. В Армении сотни военнослужащих и работников других силовых структур не получили накопившиеся за годы службы отпускные, сказал на пресс-конференции в четверг председатель ООО «Границы права», член Союза военнослужащих запаса Георг Аванесян. По его словам, с 2005 года многим военнослужащим, ушедшим в запас, не были выплачены, или выплачены частично, отпускные, которые должны были быть перечислены им по закону. По его словам, проблема носит системный характер. Когда военнослужащие поднимают этот вопрос во время службы, то на них начинают давить. Некоторых просто уволили. Конкретных цифр назвать не могу, но это значительное число, сказал Аванесян. Кроме того, очень часто дни отпусков военных незаконно сокращались без всяких финансовых последствий. Все это свидетельствует, по его словам, о пренебрежительном отношении властей. «Общая сумма, которая причитается военным в качестве отпускных, доходит до миллионов долларов», сказал Аванесян. Он отметил, что по подобным вопросам были обращения в офис защитника прав человека. В ряде случаев, омбудсмен нашел нарушения в действиях властей, однако его заключение носит рекомендательный характер. Все это приводит к систематическому нарушению прав человека. Аванесян также отметил, что власти не разработали программы по трудоустройству отставных военнослужащих. Многие из нынешних депутатов, министров не проходили срочной службы. Когда нужно защищать родину, военных выводят на передовую, когда настает пора наслаждаться мирной жизнью, о них забывают, сказал Аванесян. Вопрос касается не только военнослужащих Минобороны, но и сотрудников МЧС, полиции, службы нации безопасности и Минюста. Один из бывших работников уголовно-исполнительной службы Минюста Эдгар Аванесян отметил, что одной из причин его увольнения в 2015 году был именно вопрос недоплаты отпускных. Суд первой инстанции в свое время принял решение в пользу Аванесяна по делу о невыплате около 109 тысяч драмов. Однако апелляционный суд отменил это решение, заявив, что дело должно рассматриваться не в гражданском суде, а в административном порядке. Он обратился в офис омбудсмена Армении, где зафиксировали нарушение его прав. «У меня есть решение защитника прав человека о том, что мне должны выплатить надлежащую сумму, однако этот документ носит рекомендательный характер», — сказал Аванесян. По его словам, с 2015 год. Проблема могла коснуться до 40 тысяч сотрудников силовых структур, а общий объем задолженности властей может доходить до 120 миллионов долларов. В Минобороны Армении ситуацию оперативно прокомментировать не смогли, попросив направить письменный запрос. При получении ответа спутник Армении немедленно его опубликуют. Напомним, 2 сентября бывший военнослужащий, отставной майор Циалак Хачатрян возобновил голодовку из-за невыплаты отпускных Министерством обороны Армении. Пишите ваше мнение в комментариях, и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова